Добрый день, дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко «Кройка и шитье». Я являюсь автором безлекального метода кроя, а также порядка 10 хороших книжно-печатных изданий книг. Сегодня мы продолжаем тему, которая вызывает больше всего проблем у вас. Это большая посадка у вточных рукавов. В предыдущих два раза мне казалось, что я рассказала почти все, но тем не менее, с вашей помощью вы мне напоминаете, какие могут быть варианты. И у меня вспомнились еще несколько вариантов, и поэтому я решила продолжить сегодня, надеюсь, закончить вот эту часть нашей работы. Итак, о чем же я говорю? Позвольте повториться, значит, еще раз, что большая посадка у вточных рукавов – это всегда самое трудное место у тех, кто начинает только это делать и не имеет большого опыта. И в прошлый раз мы рассмотрели много-много разных способов, как этого избежать. И было почти семь. А сегодня будет восьмой, видимо, и девятый. В чем же он будет заключаться? Он будет заключаться в следующем. Значит, смотрите, если у вас вот эта пройма, давайте изобразим ее, вот мы говорим о пройме, который имеет вот такой вид, да, у нее есть определенная длина. Вот это будет плечевая точка, это и это, они сшиваются и образуют собой плечевую точку. Вот это будет у нас боковой шов. Боковой шов, да. А вот эти две точки, я их называю P1 на полочке, P2 на спинке. Вы знаете, что пройма должна выглядеть вот таким вот образом. И сшиваясь вместе, соединяясь, они образуют плечевую точку. Плечевую точку. Или конечную точку плечевого среза, как мы говорим тогда, когда мы снимаем наши мерочки. И, конечно, в эту пройму у вас вписывается вот такой вот рукав. Это его окат, это его ширина, длина нас не интересует, это точка А называется, это точка В называется. И вершинка, точка О, она совпадает, как правило, с плечевой точкой P1 и P2, то есть с нашим плечиком. А точки А и В совпадают с нижней точкой проймы, назовем ее точкой Г. Точка Г, точка, и вы меня поняли. Так вот, сегодня речь идет о посадке. Значит, это плоскостное изображение наших историй, да? А когда вы этот рукавчик сошьете, он у вас будет иметь, ну, примерно вот такой вот какой-то вид. Вот так, и вот так у вас будет, да? Верхняя часть леката рукава. И вот это уже будет точка Г. Точка Г со стороны полочки. А это точка О или точка П, конечная точка плечевого среза у нас. Так вот, смотрите, что получается. Мы говорили о том, в прошлый раз, где посадку нужно распределять, что надо здесь, здесь распределять, внизу, внизу. Вот на этих участках нельзя распределять на четырех, да? А сегодня я хочу вам показать еще одну историю. Когда рука достаточно полная, и вы не можете сделать АВ очень широко, вернее, очень узко, плюс прибавка, прибавку уничтожать нельзя. Кто-то пишет, можно сделать рукав поуже, конечно же, нет, потому что вы не войдете вот в это все. Но вам по-прежнему хочется, чтобы не было вот этой излишней посадки небрежной и так далее, и так далее. Посмотрите, какой еще восьмой случай я буду вам сейчас предлагать. Значит, прием номер восемь. Продолжение предыдущей вот этой нашей темы. Мы имеем с вами вот такой окат рукава. Мы его построили в базе, да? И это у нас достаточно широкий рукав. АВ. АВ у нас равно всегда. Эта часть наша не интересует. АВ у нас равно ОП, обхват плеча, плюс прибавка к обхвату плеча. И это может достигать там сорока с чем-нибудь сантиметров. Это точка О, верхней просьбы. И все вы вметываете, вметываете. Все семь способов вы уже испытали. И все равно вот здесь у вас остается лишняя ткань. Что вам нужно сделать? Да эту лишнюю ткань не пытаться как-то подружить. Это в жестких, сухих тканях получается. А посмотрите, осталась у вас, допустим, слева какая-то слабина. Это будет передняя часть у нас. Это спинка у нас будет, да? Вот тут у нас передняя часть всегда. Вы возьмите и эту слабину. Не пытайтесь замучить. Стягивая там и так далее. А сделайте вот такую вот маленькую складочку. Допустим, она у вас получается от точки О примерно на расстоянии 4 сантиметра. 3-4 сантиметра от плечика. Точно тогда, точно на таком же расстоянии 3-4 сантиметра от плечика, вам нужно на спинке тоже сделать вот эту вот складочку. Вот это у нас будут маленькие складочки. И поверьте мне, когда мы с девочками в сухих тканях на обычной пройме вместо посадки вводили вот такие вот складочки, шириной они у нас получаются от 1,5 примерно до 2 сантиметров. Это вот этот раствор у нас 1,5-2 сантиметра. Вот здесь 1,5-2 сантиметра. И здесь 1,5-2 сантиметра. А длина этой складочки вот сюда в длину, в длину этой защипы, вернее это не складка, это защип. Это, ну, примерно 2,5-3, напишем 3, скажем, сантиметра. 3, да? Смотрите, нельзя делать этот защипчик очень длинным. Вот сюда нельзя его ввести. То есть вы так должны эту выточку сметать, ее нужно сметать или просто заложить, чтобы она своей вершинкой направлялась вот на эту часть руки. Понимаете? Вот на эту часть руки. И тогда вот эта часть руки не будет прижиматься. Ведь у нас, смотрите, какая история получается. Вот это плечо, да? А вот здесь у нас полная ручка вот такая идет. И, конечно, прямой покрой вашего рукавчика, рукавчик же вы делаете вот таким, да? Он никак не хочет повторять форму вот этой вашей руки. И когда вы вот эту лишнюю слабину сформируете вот такой мягкой складочкой с этой стороны, и такой же мягкой складочкой с той стороны, у вас получится как бы вот такой вот небольшой домик. Заполнится вот эта пустота, рукавчик пойдет дальше отвесно и прямо, и будет вам нравиться. Понимаете? Не будет никакого залома. То есть вот эти две складочки нягкие, вы их потом распустите. Иногда их зашивают, но нам больше нравится, когда они распускаются. То есть восьмой способ это две вот таких вот два маленьких защипа, даже не складочки, они очень маленькие и коротенькие. Самое главное, чтобы они у вас были короткими. Потому что, повторяю, располагать их дальше, чем там на 5-6 см в длину вот сюда, вам просто физически нельзя, потому что вы зайдете вот за эту линию и формится, и исказится вот эта вот верхняя часть, вот эта серединка нашего рукавчика будет неправдоподобной и не будет соответствовать вашей полненькой ручке. Вот, это был восьмой, так сказать, прием. А есть еще и девятый прием. Как же подружить нам сухие ткани, да? Посмотрите, как он выглядит. Девятый напишем, давайте. Девятый прием. Или способ девятый, как угодно назовите, да? Смотрите, что еще можно сделать. И это замечательно работает, и мы всегда это используем. То есть я предлагаю таким барышням... Давайте я нарисую... Так, не так я нарисую. Я нарисую фигурку сначала. Вот мы строим платьице, да? Шьем какое-то платьице, нас там не интересует дальше. И я говорю вам, вместо вот такого рукава, когда у нас ручки вот здесь вот полненькие, вот такие, да? И будет много проблем, о которых мы говорили раньше. Я предлагаю вам, смотрите, какой рукавчик. Как бы плечико немножко закорачивается на полтора сантиметра, так? А рукавчик выкраивается вот такой. Вот такой вот. И здесь появляются вот такие маленькие защипники. Если вы будете смотреть на коллекции Дольче и Габбана, вы увидите, что у них сплошь и рядом вот такие вот рукава. И они делают совершенно правильно, потому что тогда только их продукция появляется... Появляется... У их продукции появляется высокая коммерческая ценность. То есть ее купят все, у кого худенькие ручки, у кого полненькие ручки. Посмотрите, линия плеча как бы оптически укорачивается. А вот эти несколько защипов по окату рукавчика, аккуратных, да? Они заполняют как раз вот эту вот полную ручку. Если я такой рукавчик нарисую с этой стороны, посмотрите, как будет. Вот так форма его пойдет, да? И вот так. И наша ручка... Раз, два вот этих защипчика. И наша ручка полненькая будет спрятана. А та пустота, которая появляется в нижней точке плеча, в конечной точке плеча, в точке перехода от плечика к руке, она будет заполняться вот этими вот складочками. И припуск, конечно, нужно разворачивать в сторону рукава, чтобы та же припуск как бы их немножко поддерживала. В 80-е годы мы сюда прям валики какие-то пришивали. Давайте разберемся, как вот это сделать. Сейчас мы никаких валиков не пришиваем. Делаем это просто спокойно и аккуратно. Это развести рукавчик можно с помощью лучевой раздвижки. Мы ее с вами проходили в разделе моделирования. Но я сейчас вам покажу другой способ. Я где-то в книжках тоже о нем рассказываю, но на ютубе, мне кажется, я еще не рассказывала о нем. Итак, смотрите. Наша базовая конструкция, как она выглядит. Я схематично нарисую. Вы все поймете. Здесь у нас идет выточка, здесь у нас идет плечико, дальше идет какая-то пройма. И вот так вот мы строим свою, скажем, базовую конструкцию. Вы хотите выполнить вот такой вот рукавчик с защипами, о котором мы сейчас говорим. Что вы делаете с базовой конструкцией? Прежде всего, вы сразу укорачиваете плечо. Если оно у вас было 13 сантиметров, то сантиметра полтора, а иногда еще два, но это мы уточняем на примерке. Надо ли два делать, да? Мы сразу снимаем. Смотрите. Сразу убираем, то есть мы строим пройму изначально вот в таком виде. Вот в таком виде у нас будет сразу пройма. Вот это расстояние у нас полтора сантиметра. Полтора или даже два может быть. Хорошо. Так мы подготовили нашу пройму для такого рукавчика. А теперь сам рукав. Давайте я его нарисую вот здесь покрупнее. Чтобы вы смогли понять смысл. Низ нас не интересует. Это точка А, это точка В, это точка О. Вершинка нашего рукавчика. Что мы с ним делаем? Посмотрите. Если наш рукавчик разделить сначала пополам, потом сшить вот эти боковые швы, он у нас будет иметь вот такой вот вид. Ну, я схематично рисую. Вы меня понимаете, да? Вот так, вот так и вот так вот будет как-то у нас выглядеть этот рукавчик в шитом виде. Так вот, посмотрите. Если вы разделите свой рукавчик на четыре равные части. Вот это одна четвертая. Вот это одна четвертая. Это одна четвертая. И это одна четвертая. И проведете вот так вот вертикали, то у вас получатся вот здесь точки. Эти точки называются началом линии перегиба... В общем, рукавчик перегибается спереди, рукавчик перегибается по спинке. И тогда, смотрите, что вы делаете. Вы сняли с рукавчика, с проймы полтора сантиметра. Значит, вы должны нарастить свой рукавчик на полтора сантиметра. Но мы наращиваем не на полтора, а на два, на два с половинкой, иногда даже и на три. Смотрите, как я это делаю. Вот сюда перпендикуляр, вот сюда перпендикуляр, вот сюда перпендикуляр. И все они одной величины. Вот сюда перпендикуляр и вот сюда перпендикуляр. Ёжик такой получается. Я рассказываю подробно, чтобы вам было все это понятно. Любая величина. Пробуйте, экспериментируйте. 2-3 сантиметра. Кому как нравится. 3 сантиметра он побольше будет повыразительный. 2 сантиметра поменьше будет вот эти выразительные. А потом вы аккуратненько начинаете сглаживать вот этот переход. Нижнюю часть оката рукава оставляете такой, какая она у вас была. А верхняя часть оката рукава, она получается вот с такой вот увеличенной приподнятой головкой. Вот это задняя часть рукавчика. Вот так мы нарастили свой рукавчик и срезали кусочек проймы, кусочек укоротили как бы наши плечика. Может быть вы укоротите потом, например, еще побольше. Ну вот, это то, что мы сделали для того, чтобы сделать, посмотрите, широкой окат рукава. Для полной руки это играет неоценимую роль. Вы расширили головку, да, вы сделали удобнее, комфортнее. И во всех отношениях это большой плюс и большой выигрыш. Но увеличилась же ведь длина оката рукава, скажете вы, конечно. И вот тут на смену приходят, на смену этому приходят наши защитчики. Вот такие. Их может быть 5. Их может быть 3. Их может быть 4. Давайте я нарисую сейчас, допустим, ну давайте 5 сначала нарисуем. Нет, вот здесь нарисуем, скажем, допустим, 4. Тогда выбираем вот эту, как их нарисовать? Выбираем точку О, это плечевой шовчик у нас, да? 2 сантиметра в эту сторону, 2 сантиметра в эту. То есть между ними стало 4 сантиметра. Величина защипа примерно тоже 2, потом снова 4, потом снова 2. В эту сторону также 2, 4 и 2. 2, 4 и 2. Какие я рисую защипчики, выточки? Смотрите, какие 1, 2, это 2, да? 1, это 2. Вот, они немножко заходят за вот эту нашу вот головку, которая у нас была. И вот это вы заберете, такой как бы сначала сметаете маленькую выточку, потом, потом вметаете рукавчик, а как будет вот так вот выглядеть уже с треугольничками, и потом все это расправите эти выточки в том направлении, в каком вам хочется. Я обычно от плечевого шва вниз, чтобы у меня вот эти защипчики вниз смотрели, по левую половиночку, по правую половиночку, рукава по передней половинке, по задней половинке. Вот такой вот будет вариант. Один вариант, да? Давайте посмотрим, вот на этом чертеже, какой можно еще вариантик сделать. Итак, у вас вот такой вот окат рукавчика. Ну, предположим, вы его уже, не очень аккуратно рисовала, что вы уже его увеличили, то есть был у вас начально вот такой вот рукавчик какой-то, да? Вы его увеличили, он стал у вас вот такой приподнятый. И вы хотите сделать 3 защипа. Один защипчик делаете вот тут по центру, Потом, сантиметра 4 от него, 4 от него, делаете еще 2 защипчика, но поменьше. Вот такие вот. Здесь можно сделать, например, 3 сантиметра. Тогда вот этот защип вы сложите такой вот встречной складочкой, вот такой вот сделаете его. Вот так, вот так. Так, если здесь 3 сантиметра, значит, тут полтора, тут полтора или 4 сантиметра лучше разобрать, да? Ну, все равно, вы поняли меня, да? Что если защип 3, то здесь у нас получается 0,7 и 0,7, 0,75, если точнее быть так. Понемножечку, маленький защипчик. Вот этот защипчик надо делать поменьше, и этот надо делать поменьше. Вот такие у вас будут. Один встречный защип будет, и 2 защипчика вы можете повернуть наверх, своими припусками вот этими, да? И сделать их как бы от центра вниз, от плечевого шва вниз. Как оформится верхняя линия? Верхняя линия будете оформлять вот такими вот домиками. Над любой выточкой, над любой складочкой у вас появится вот такой вот домик. Это если у вас будет 3 защипа. И, наконец, мой самый любимый вариант, когда посадки у нас очень много, я делаю 5 защипов чаще всего. Давайте нарисуем поболее правдоподобно. Это передняя половинка, это задняя половинка. И мы наращиваем вот это все так, 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 только от начала переднего локтевого переката до заднего локтевого переката. Вот это будет на спинке, вот это будет у нас на полочке. Здесь птичка. И поехали рисовать эти защипы. Это точка О. Первый защип, обычно его величина у меня 4 сантиметра. Я делаю вот так по центру. Здесь 4 сантиметра. Потом дальше, сантиметра 3. 3 идет. Потом вот этот защипчик у меня 3 сантиметра. Вот этот дальше идет, тоже 3, потому что расстояние между ними должно быть одинаковое. А вот этот защипчик идет у меня 2 сантиметра. Понимаете? И у нас получается 3. Вот здесь дальше. Опять 3 повторяется. На уменьшение они идут. Здесь 3. И вот сюда тоже 3. А самый последний будет 2. Вот. И оформлять вы их будете вот так. Опять домик. Кроить. Кроить на ткани. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Вот такая вот история у вас будет получаться. Попробуйте. Проэкспериментируйте. И у вас получится вот такой вот очень-очень симпатичный рукавчик. Тут один защипчик, тут второй и тут поменьше третий. И выглядеть это будет вот так. Поверьте, он будет очень удобный. Очень удобный такой рукавчик. Вам будет очень нравиться. Вот, собственно говоря, и все. Чтобы закончить нашу тему, что хотелось мне сегодня вам рассказать. Тему о том, как же все-таки подружить большую посадку оката рукава с проймой. И вот такие рукавчики я советую планировать сразу, а не тогда, когда вы уже поняли, что вам это сделать практически невозможно. Итак, мои дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Галина Коломейко Кройка и Шитье. Всегда с вами я, автор безлекального метода кроя и большого количества нужных, полезных вам книг. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко.